То есть, получается, я прямо на ваших глазах зарегистрировался на этом сайте и уже заработал примерно 90 тысяч рублей. И давайте их будем выводить. Всем привет! На днях мне написало несколько подписчиков о том, что они получили выплату с одного международного сайта и спрашивают, получил ли ее я. При этом все говорят, что сайт выплачивает деньги на карту и прикрепляют скрины в доказательство. И я тогда не принял этому особого значения. Ну, получают выплаты и пусть получают. Но спустя пару дней мне на почту пришло письмо от администрации этого сайта с приглашением пройти проверку и получить компенсацию за слив каких-либо данных в интернете. И я подумал, действительно, неделю назад в Фейсбуке был просто гигантский слив кучи аккаунтов и в том числе моего. А возможно, меня где-то еще взломали, а я даже об этом и не знаю, поэтому давайте, друзья, сейчас проверим и узнаем, сколько нам будут готовы заплатить. Мне, друзья, безумно интересно. Обязательно ставьте лайк, ведь чем их здесь больше, тем больше таких горячих, тем я вам буду рассказывать. Ну и, соответственно, лайк влупляем, ведь это же полная халява. И начинаем. Итак, вот это письмо, которое я получил на свою почту. Это вроде как американская компания. И, соответственно, в этом письмо они мне говорят, что у некоторых компаний США в IT-сфере были неоднократно нарушены правила по хранению информации пользователей. В связи с чем персональные данные миллионных пользователей оказались в свободном доступе. Действительно, около недели назад и мой Facebook-аккаунт тоже был взломан, а Facebook это американская компания. Ну и чтобы не вредить репутации компании и правительству Америки, они были вынуждены запустить такую вот программу по компенсации урона, так сказать. И, соответственно, любой из вас может на этот сайт зайти и проверить, есть ли у вас какая-то там компенсация или нет. Итак, вот этот сайт, называется он US Trading, и абсолютно любой из вас может на него зайти и получить свою выплату. И пока, друзья, мне все прям очень нравится. Вот мы можем нажать на кнопочку «Начать процедуру проверки» и запустится процесс по проверке утечки своих персональных данных. Возможно, у кого-то этой утечки даже и не будет, но у меня вот точно, я знаю, взломали Facebook-аккаунт, и было бы очень приятно получить там 500, 1, 2 тысячи рублей. Поэтому, ну, надеюсь, что-то нам выплатят, да хотя бы даже 100 рублей, 50 рублей было бы реально приятно. Нажимаем «Начать процедуру проверки». Нам здесь необходимо выбрать, где проверить ваши слитые данные. Я указал на всякий случай все. Указал свои фамилии, имя, номер телефона. Нажимаем «Запустить проверку», и у нас запускается какой-то процесс. Ну, судя по всему, он будет очень долгий, потому что сайт серьезный, масштабный. Поэтому давайте поставлю видео на паузу, дождемся, пока тут все это проверится, и потом вам все покажу. И вот, друзья, прошло около получаса, мне сформировали такой вот документ, где указано, где у меня были обнаружены утечки данных. Это использование фото и видео, ну, это логично, потому что я занимаюсь видосами, и у меня полно фоток в различных аккаунтах, поэтому это да, это так и есть. И, соответственно, вот еще несколько пунктов, и по итогу, смотрите, сумма компенсации составляет 1237 баксов. Тысячу долларов, вы представляете? Может быть, для американцев это фигня пару раз сходить в магазин, но для нас это просто сумасшедшие деньги. Давайте даже глянем, сколько это по курсу доллара. Итак, вписываем 1237... Да ну нафиг! 93 785 рублей по нынешнему курсу за мой взломанный аккаунт около 90 тысяч рублей. Это просто невероятно круто. То есть, получается, я прямо на ваших глазах зарегистрировался на этом сайте и уже заработал примерно 90 тысяч рублей. И давайте их будем выводить. 90 тысяч просто за аккаунт. Не, ну за это, друзья, американскому правительству точно респект. Здесь необходимо подтвердить. Нажимаем «Получить выплату компенсаций». Здесь вводим свои данные, номер карты. Я все проверил без ошибок. Необходимо указать, какой это SSN, но он, судя по всему, есть только у пользователей из Америки. Соответственно, мы нажимаем «У меня нет SSN». Я не гражданин США. Он нам, судя по всему, не нужен. Поэтому его указывать не надо. Ну что, нажимаем «Отправить». И, соответственно, ждем. Ждем загрузки. В общем, сейчас все вам покажу. Подготовка выплаты. Отлично. Карта указана. Все верно. Ждем зачисления денег. Итак, друзья, вот мне пишут «Выплата подготовлена, но для перевода необходимо ввести все-таки SSN номер». У меня его нету. Я почитал. Он действительно платный. И его можно сделать прямо на этом сайте. Соответственно, стоит это 9 баксов 45 центов. То есть, это приблизительно 700 рублей. Ну, даже не жалко в целом. 700 рублей заплатим. 90 тысяч. Ну, там, практически получим. Поэтому нажимаем «Перейти к оплате». Да, вот действительно, по итогу я оплачу 779 рублей. Давайте введу номер карты и оплачу. Отлично, оплата принята. Идет переадресация на сайт. Все, у меня этот SSN номер получен. Вот он у меня. Отлично. И теперь деньги, соответственно, ко мне перейдут. Нажимаем «Завершить перевод». Поиск платежного шлюза. Соответственно, ну, надеюсь, сейчас деньги вот точно капнут. Все, отлично. Перевод средств пошел. И сейчас эта сумма окажется у меня на балансе. Наконец-то. В общем, ожидаем этот перевод средств. По идее, здесь загрузка не должна быть такой долгой. Потому что, ну, все-таки, мою карту я ввел. Так, перевод был отклонен. Ваша платежная система отклонила прием денежных средств. Ага, они мне говорят, друзья, что мне необходимо создать либо мультивалютный счет, потому что они выплачивают в долларах, а моя карта в долларах не принимает. Стоимость мультивалютного счета составляет 900 рублей в месяц. Либо необходимо конвертировать сумму из долларов в рубли. Кстати, почему-то пишут, смотрите, 78 тысяч мы по итогу получим. Ну, 80 тысяч. Ну, невелика потеря, да? В общем, мы можем сконвертировать это все на сайте. Комиссия будет 1223 рубля. Судя по всему, надо будет ее оплатить. И странно, почему они не оплачивают, не взимают комиссию с этой суммы, которую я уже заработал. Это, конечно, странновато, действительно. Но, честно говоря, выплату получить очень хочется. 90, 80 тысяч, неважно. Поэтому давайте мы сейчас сконвертируем и оплатим эту сумму. Да, действительно, необходимо оплатить. Поэтому давайте я сейчас это и сделаю. Итак, отлично. Оплата у нас прошла успешно. И сайт прогружается. И так, нам тут пишут. Посещение фишингового сайта может привести к хищению личной информации. Например, паролей, данных, банковских карт, денежных средств. Отлично. Нас опять на... Я не знаю, но может быть... Может быть, это просто ошибка. Давайте сейчас просто обновлю, вернусь на сайт. Да я вообще не могу никуда зайти. Я вот обновляю страницу, домен меняется. Google меня никуда не пускает. Где же ты раньше-то, емае, был Google? Че ж ты меня до второй оплаты-то никуда не впустил? Сука, че вообще происходит? Так я из телефона пытаюсь зайти, у меня нихрена не получается. Почему меня Google обезопасил после того, как я слил деньги, а не до этого? Че за говно? Кто мне вообще деньги вернет? В общем, я нашел почту поддержки Google и пишу им, почему вы заблокировали мне этот домен только после того, как я внес оплату денег. Это что, сговор? Верните деньги или я за себя не ручаюсь? Все, я вроде успокоился. А у нас по итогу слито 1800 рублей. Заб**ись. Меня опять развели. Что тут сказать? Ну, поздравляю себя и вас поздравляю. В общем, у меня, честно говоря, у меня нету комментариев. Если у вас есть, можете их написать, поставить лайк. У меня все, друзья. Я пойду сейчас тратить свои 1237 баксов, которые, честно говоря, остались где-то там у Google. В общем, я, друзья, пошел тратить. Давайте всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok